Вчера в Байромарульской средней общей обзывательной школе прошел круглый столб под названием «Герои наших дней». На мероприятии принимали участие Наида Камилова, инспектор по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Хасавюртовского района. Болотхан Гойтимиров, подполковник милиции в отставке. Нажмуддин Тажуддинов, руководитель ТОКСа, учитель ОБЖ Мусоловской средней школы номер 2. Бурлиад Ибрагимова, директор районного дома пионеров. Наида Магомедова, инспектор районного управления образования, куратор Байромарульской средней школы. Баймурза Щехмурзаев, директор Байромарульской средней школы. Майя Багаева, зауч по научно-методической работе Байромарульской средней школы. Шапахат Байбулатова, зауч по воспитательной работе. Хан Султан Исаев, военруг школы и глава села Байрамаук Эльхан Гойтимиров. Вела мероприятие Шапахат Байбулатова. Она представила слово организатору мероприятия Малике Джамбулатовой, учительнице истории Байромарульской средней школы, которая в свою очередь сказала. Когда выбирали тему этого мероприятия, я долго думала и вызвала тему «Герои наших дней». Когда мы говорим о «Героях наших дней», мы не можем оставить невыполнятые герои тех дней, которые уже прошли. Потому что память, она всегда вечна. И эпиграф нашего мероприятия, только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. Слова Рокоссовского. Действительно, когда мы говорим о наших героях, это пример нашим детям, подрастающим поколениям, потому что оно наше будущее. И чем дольше мы будем говорить о героизме, о подвигах, о мужестве, мы надеемся, что они пойдут по правильной дороге. Правильная дорога – это начиная со школьной семьи учиться хорошо, учиться старше, быть толерантным. И, конечно, если поддержать надо, поддержать своего одноклассника, товарища, друга. И в будущем, конечно, выполнить свой гражданский долг. Это любовь к родине, к малой родине, к большой родине, к народу. Конечно, чтить память своих героев. Весь интернет-ресурс был в шоке, шокирован, когда видели видео про Магомеда Нурбагандова. Я сама десятки раз пересматривала и всегда задумывалась, о чем же он думал в последний миг смерти. Конечно, этого мы не узнаем. Но по его поступку, когда ему предложили, их называют боевиками, но они не люди, эти люди, которые творят такие вещи. Мы предложили отказаться от полицейской работы, от работы органов, сказать своим товарищам, чтобы они оставили эту работу. И он произнес последние свои слова «Работайте, братья». Он сказал, что сказать? «Работайте, братья». Это были его последние слова. Конечно, после этого он был расстрелян. Это случилось в июле. Но в сентябре, только когда проводилась спецоперация и была найдена видеозапись, благодаря этому мы узнали о его геройской смерти, о его последних секундах жизни. И наш президент Рамазан Абдулатипов лично сам обратился с обращением к президенту России, Владимиру Владимировичу Путину, чтобы его удостоили высшие награды. И тысячами люди поддержали его обращение. И его родители были вызваны к президенту, им вручили награду посмертно героя России. Конечно, когда вручали награду, когда видела лицо матери Магомеда, оно было каменное. И сказать, что это коснулось кого-то и не коснется нас, мы не можем. Потому что мы ходим по земле, мы работаем, мы учимся. В дальнейшем мы будем выбирать профессии, имея в виду учеников, органов внутренних дел и других органов, где мы нужны будем обществу. Конечно, у нас всегда были герои, когда готовились к этому мероприятию с учениками. Мы находились на рассказ 17-го метра, при Надиршаке. Займ «Бесстрашный воин» называется этот рассказ. Мне почему-то захотелось сегодня вспомнить этого бесстрашного займа тоже, чтобы о нем мы узнали, может, многие, и не знали до этого дня про его героические поступки. Семурзаев, ученица 9-го класса, сегодня нам прочитает этот рассказ. Оно так и называется «Займ «Бесстрашный воин». В народе он больше был известен как «Бесстрашный воин», что означает «Росковой мост». Откуда жил ворте такое прозвище? Известно, сколько пяти причиняло даристанцев с Фирепой Надиршак в своих нашествиях. Он лишь один из детей, лишь женщин не стали плохо. Разорвенного огнем и мечом аулов он остановил свои полярки. Горцам по неволе приходилось праздничать за оружие, чтобы защитить своих дневных смеси. Одним из первых на защиту Родины стал Займ. Он пользовался большим авторитетом, не только угонотимцы, но и жители Синицы. Займ и его воины проявили чудеса храблости, боялся на войну. Возле однажды Займ попал в храм. Резиденция Надиршаха в это время находилась в местечке Шарда-Авус. Займа достали резиденцию на вторые сотки. Приближенные Шаха лично допрашивали его, но в течение недели они не услышали отборства ни одного слова. Ни обещания золотых год, ни угрозы, ни пытки. Врагов не сломили. Можно преклониться перед мужеством стойкости и преданности Родине этого горца. Раскаленным ножом ему отрезали оба уха и нос. Выжгли на груди полумесяц. Периодически обливая ногой, Займ и сутки не давали спать. Не кормили. Зато не упускали случая повезти и усмотреть, как обидно получше Надиршаха. Но воин с достоинством перенесли эти мучения. За бесподобную посту горца связали по рукам и ногам, положив специально шипый мешок из пульвы, кожи и сбросив из горы под зелёгой. Но горец остался жив. На другой день один шашклинг принял отар на водопой к речке Черенев и наткнулся на этот мешок. Он спас, он и спас Займ и отлучительной смерти. Вернувшись в Ганабю, Займ снипил себе нос из лоска, чтобы носить на выход. Случилось это в 1935 году. После этого его на родину и стали назвать королеем. Предание было сын, что Займ, оправившись Атран, снова взялся за оружие и бесплощадных битвовоевателей под Турчидада. Когда Надиршах совершил свой второй поход в Дагестан. Но однажды его плотным кольцом окружили 15-20 воинов. Надиршаха. Добрый половин он уложил тучи, но вид, что он не мог пробиться, и Дайм заколол в себя, чтобы вторично не попасть в плен. Было ему тогда за 60 лет. Готовцы к этому мероприятию подготовили про героизм стихотворения, изречения, афоризмы, пословицы. Про Магомеда Мурбагандова написал стихотворение узбекский поэт. Песня и стихотворение узбекского поэта Магомеда Мурбагандова. Почитаем девочки. В семье, где царит атмосфера тепла, где детям читают хорошие книжки, село называется Серка Кала. Плотенца пророческим именем деда, чтоб вырос джигитом лихим нарекли. И годы прошли, и слова Магомеда. Герой не увидел не толики страха, в бойце, над которым чинил самосуд. Потребовал враг, будто жаждал заклятия. Скажи, что работа в погонах порог. В ответ прозвучало «Работайте, братья!» И как разъяренный нажал на курок. Погиб Магомед, но вы вправе гордиться. И мать Кумсия, и отец Мурбаганд. Ваш сын не нает, не дал усомниться, что он настоящий и духом гигант. Убийцу уже покорили проклятия. Ему воздают, как положено, арт. На клич Магомеда «Работайте, братья!» Ответили братья «Работаем, брат!» И будут работать и бить зубастата, чтоб солнце светило и пела страна. И чтобы никто не забыл о солдате, сказавшем два слова на все времена. Знаю, в песне есть твои джиги, пламя о любовь к родной стране. Но боец не песни заменит. Что скажи, ты сделал на войне? Встал ли ты за родину свою, в час, когда был великий бой? Смелых узнают всегда о бою. В горе проявляется герой. Бой отваги требует джиги. Бой идет с надеждой, кто храбр. С мужеством свобода, что гранит. Кто не знает мужества, то травма. Не спастись мольбою, если враг. Нас возьмет в железный плен оков. Но не быть оковом на руках. Запад не поражающих врагов. Булатхан Гайдемиров прослужил в органах правопорядка более 25 лет. Дослужился до подполковника. И хорошо знает, насколько трудна и опасна работа в полиции. Мы знаем много примеров, когда такие дети, как вы, спасали при тушении пожара, при спасании детей, когда они тронут в воде. И много других таких примеров. Поэтому всегда надо быть готовым ко всему. И помнить, что за нами честь и слава. Во-первых, твоих родителей, потом села, потом Дагестана, а потом и всей России. Если бы Баганг, Магомед Дурбаганг там стручил, если бы он не сказал другие слова, то он позор был бы и родителям, и всему Дагестану. А к этому надо быть готовым. Мы не знаем, где нас ждет пожар, где нас наводнение или в другой поступке. Поэтому хочется, чтобы вы действительно уверены, что вы будете достойными сынами своих родителей, достойными нашими барабульскими детьми и достойными гражданами России. Желаем вам всего доброго, чтобы вы были настоящими патриотами, и чтобы мы и ваши родители всегда гордились вас. Всего вам хорошего. Так, инспектору по делам сообщения и защития прав, поделивленный на Эдиму Саидович. Та тема, о которой мы сегодня говорим, это не просто чей-то героизм, отдельно взятый вместе, отдельно взятой семье. Это героизм наш общий. И когда мы сегодня говорим о обыкновенном сотруднике, он не родился героем, он не готовил себя к героям, но он стал героем. Обстательства его жизни, обстоятельства той ситуации, в которой он оказался, сделали его героем. И сегодняшняя тема, как мне кажется, она значима тем, не только тем, что мы говорим о геройстве, о героизме. Все-таки мы будем затрагивать тему духовно-нравственного воспитания. К сожалению, в последние годы мы мало об этом с детьми говорим, как это не странно. Мы много говорим о геройстве, мы проводим работу профилактики идеологии экстремизма, терроризма. Все это есть, конечно же, в школе и в вашей школе. И у нас в районе эта работа хорошо поставлена. И все-таки мы должны говорить о духовно-нравственном воспитании, мы должны говорить о патриотизме. И вы, дорогие ребята, должны задать себе вопрос, «Возможно ли патриотизм без экстремизма?» И постарайтесь на этот вопрос найти ответ. Если вы найдете правильный ответ, то ваша жизнь будет правильно построена. Вот последние события нам показывают, что самое ценное, что есть в нашей жизни вообще во всем мире, это сам мир. И в то же время мы понимаем, что самая хрупкая о личном свете тоже мир. И вот казалось бы, да, вот вы сегодня живете и учите в Гармаульской обыкновенной школе. Вот что вы можете сделать для мира? Ну, может быть, для глобального мира вы маленькая, вы все есть маленькая песчинка. Но, перед ним, мои ребята, вы каждый хозяин своей жизни. Вы должны быть, не нужно быть героями. И не дай власть, чтобы вы стали героями, да? Ни одна мать этого не хочет. Вот я, допустим, смотрю эту картину, вы по телевизору видите, очень часто рядом с героем, женщина, женщина-мать. Почему? Потому что ни одна мать не растит своего сына для войны. Ни одна мать не готовит своего сына к герою. Но каждая мать оплакивает своего героя-сына. И вы должны это прочувствовать. Девочки должны понимать, что есть самая ценная мать. Мальчики должны понимать, что вы не должны огорчать, что есть самая ценная мать. Что вы сегодня можете сделать для мира? Вот сегодня участвовать в школе. Просто быть хорошими учащимися. Быть достойными сыновьями, достойными дочерними своих родителей. Быть достойными учениками вашей школы. И быть достойными гражданами вашего села. Почему? Потому что Байронон дал для нашей республики, нашему району хороших, авторитетных, знаменитых людей. Каждое село нашего района дал. Вы посмотрите, это все в дагестанстве, да? Вот рядом со мной сидит человек, я его очень часто вижу в администрации. И что я могу сказать? Он просто делает свою работу. И когда я говорю, что он делает просто свою работу, мне кажется, что для работы каждая буква должна быть большой, заглавной. Почему? То, что он делает, ну, просто не имеет цены. Она не имеет цены в том смысле, это просто бесценно. Он о нашей памяти не дает забыть прежде всего самому себе и не дает забыть нам. Потому что вот эти вот баннеры, которые сейчас перед нами, вот эти вот герои, это они стали героями ради нас сегодня. И вы, я вот задавала своим коллегам вопрос, мы каждый из нас, и мы взрослые, и вы должны задать себе вопрос, для чего они воевали, зачем? Есть ли смысл? А смысл есть. Он в сегодняшней жизни. Вот если вы будете делать все от вас зависящее, быть достойными учениками, учиться, вбирать знания, чтобы ваши родители к вам не гордились, чтобы ваши учителя считали вас достойными учащимися. И тогда вы станете героями своей жизни, чего я каждому из вас желаю. Спасибо. Теперь я хочу слово предоставить руководителю ТОПСА, который у нас, как бы я сказал, Господин Мусейн, что же делят для остальных, который, как бы даем президент ОБЖ, воспоминал нас в 11-м году. В 10-м классе. Вы знаете, на уроке мы воспитываем детей. Для чего? Для того, чтобы они причлушивались родителей, причлушивались учителей своих, которые учат их добру, полезному, приятному. Не берите уличные какие-то воспитания. Не надо это. Там много чего-то разного говорят. Учат и плохому, и куриру, и таксомарии есть такое, кажется, у нас на юге. Вот то, что мы делаем, работая по этой линии, по поиску героев, пропавших, погибших. То, что мы говорим об этих героях сегодняшних, знаете, в советское время еще, и в сегодняшний день, эта тема идет. Есть листоподвигу и сегодня. Вот, пожалуйста, пример. Руслан Гатов сказал, о, мой маленький город, мой великий город. Действительно, приводя примеры 17 века еще, плеча на Дрешахе и так далее. Какие герои были? Дагестан дал много героев родины. Вот сегодня эти банеры, специально, до самой ночи осипелка, пока не закончили эти банеры, 80 героев дагестанцев здесь. Вот эти 80 цифры первые излучили в Дагестане у нас здесь, в Арамовской школе. В 80? Не 60, не 60, не 59, как везде, в книгах, везде. Мы их нашли в ходе поисковой работы. Люди, признанные, родившиеся в Дагестане, пусть некоторые, другие русские. А вы знаете, в 30-40-х годах много студентов, окончивших училищ, институты, училища, медицинские, педагогические и так далее, приезжали в Дагестан, чтобы нам знания принести, наши предельщики. Они были призваны отсюда и ушли на войну. Многие стали, даже герои, посмотрите. Их 80. По сегодняшний день полярка Валера у нас от Деруслава 7 человек читалось. Сегодня у нас их 8. А Пальков, он стал, он был призван в Унзасной в Майкомнату, и он стал, когда полярки, и он тоже наш герой. Вы посмотрите, для чего это мы все делаем? Чтобы выучились у таких, как они, у таких героев. Посмотрите, действительно он никогда не думал, что станет героем, что эти два слова, как кнут будет против тех, кто зла. Посмотрите, признали его во всей стране и за границей. Его фотографии сейчас таксистец клеит, его голодные слова. Работайте, братья, только от работы зависит новое. Вот смотрите, у вас сегодня учеба, надо учиться, набрать знания, для того, чтобы использовала только на плане цели. Конечно, я могу еще много еще добавить по работе поиска, вот если запытка у меня, они знают уже. На сегодня, кроме этих 83 представленных званий и получивших званий Героев Советского Союза, в Дагестане, пока 50 относится, еще представленных званий Героев, вы знаете, они были представлены званий Героев Советского Союза, но не получили. По-разному, обстоятельства. Вот мы в Альбомах проводим мероприятия и в Махачкале, и в Каспийске, по этим Героям, Тулашавча, Бротенков, и Баба-Юнта, и других регионов, Махачкале, Каспийске. Для чего это все делается? Опять-таки, быть похожим на них, любить родину, малую, большую, вот наша задача сегодня. Так что, ребята, вы, наше будущее, поймите правильно. Не надо слушать углейцу, еще раз говорю, там много чего грязного и плохого говорят. Учитесь, рай находится под пяткой матри вашей, а мать, когда я захочу, хоть иголку, чтобы вас проканули, и больно, чтобы вот так было. Понятно вам? Поэтому, будьте достойными гражданами нашей республики, Россия. А теперь хочу слово представить на их идее, Диновне, Маганедовой, инспектору, руководству, куратору, вашей шпионы. Я хочу сегодня поблагодарить организаторов этого мероприятия, руководство Каэромаусской школы и всех присутствующих, что поддержали нашу школу и организаторов мероприятия. Я всем хочу нашим детям напомнить, что наши деды и прадеды, что не нужно о них забывать, что они не пожалели своей жизни, пролили свою кровь ради нашего светлого будущего, чтобы мы с вами жили в прекрасном стране, в прекрасной стране светлой, чтобы нас никогда не окружало зло. Но, к сожалению, в наше время как бы они для этого не отдали своей жизни, находится зло, которое препятствует всему хорошему. Я хочу, чтобы вы всегда знали и помнили наших героев, героев прошлых лет и героев сегодняшнего дня нашего, о ком мы говорим, Магомеде, Нурмагомедове, Нурмагандове извиняюсь, чтобы таких было побольше среди нас и чтобы вы брали пример только с хороших людей, чтобы вы всегда, чтобы ваши родители всегда гордились с вами, желая вам успеха в учебе и чтобы вы всегда радовали своих родителей и своих учителей, которые плакают огромный труд в вашу работу, в вашу учебу. Удачи вам! Хочу, чтобы вам предоставить среди второго дома для мира несколько славок и больших материалов. Это слеза, которая касается нас каждого. Я не хочу, чтобы ваши матери плакали, я не хочу, чтобы ваши родители не гордились вами. Я хочу, чтобы вы всегда были достойными, честными, дружелюберными и чтобы все на вас смотря мы могли гордиться. Сегодня в каждом селении у нас есть свои герои. Каждое селение имеет героев Советского Союза. Один из них Исаик Лазарев, он уроженец Оксаев. Есть люди, которые занимаются поиском погибших в годы Великой Отечественной войны. Этим не ограничивается. У нас селение, например, в годы войны ушло 960 человек. А продолжают их дело погибшие есть мессионеры, которые погибли защищая Навала, которые погибли во время исполнения своих служебных обязанностей. И иногда видя такие стенды, дети подходят, вот это мой отец, он говорит, он не видел отца, но говорит, вот здесь мой отец, я хочу быть похожим на него. Я хочу, чтобы вы всегда брали пример со своих родителей, чтобы вы всегда были достойными мира. Сегодня у нас образовалось новое движение, российское движение школьников. Это было образовано по приказу Путина 29 октября 2015 года. И активно в это движение включились школьники Касалютовского района. Пока действует основные 10 пилотных школ, которые включились в это дело. Свою работу одной из пилотных школ начали даже на Камчатке. И у нас в районе пока 540 человек, которые включились в это дело. До этого у нас существовали детские общественные организации, и у вас в школе есть дружины наследников пионеров Дагестана, легион зеленых Дагестана, и активно эту работу вели в вашей школе тоже. И ваша школа тоже является одним из первых по развитию этого движения. И в дальнейшем, введя вашу работу, я не первый раз сюда приезжаю, хочу, чтобы вы в дальнейшем поддерживали работу по патриотическому воспитанию. И мне хочется сегодня поблагодарить Марьюку Мафсаровну, которая неоднократно проводит такие мероприятия, и нет такая миссия наградить ее грамотой от Дома детского творчества. Марьюку Мафсаровну. Войду к вашей школе Исаеву посвященную медицину. Уважаемые участники данного мероприятия. Очень интересное мероприятие, посвященное нашим мерео. Магомед Магандович, Магомед Магандович, у нас было много есть они и будут будут, по-моему, надеюсь, я надеюсь, что будут среди вас тоже. Но не герои, которые умирают, а в действительности кто живет. Например, на сегодняшний день герои кто у нас? Герои у нас происходят военные действия в Азии, арабский регион, Сирия. там люди живущие, каждый день вы слышите Алеппо, Алеппо город. Там в этих военных действиях работают, и учителя работают, и школа есть там, и врачи тоже. Вчера вы тоже можете видели, по телевизору показывали, девушка очистили. Ему он с рождения без руки, ему ноги отрезали, врач отрезал ноги, даже этот врач плакал, когда ноги отрезал его. Я считаю, вот такие люди тоже герои, также учителя, врачи, медицинеры, среди нас всех есть герои. И как наши гости отметили, я еще раз хотел бы сказать, что у нас врачи тоже тоже наш Токсович, руководитель Токса знания, он тоже своего рода является героем, потому что он находит этих героев. Это 80 человек, 80 суден, таких как мы. Они где-то родились, у них есть свои матери, отцы, может у них некоторые были дети, может и нет. Поэтому мы должны равняться на таких людей, как Магометтан Баганов, как наши герои. И тоже нравственное воспитание, тоже большое внимание, как сказали наши гости, должны уделить нравственное воспитание, потому что нравственность у нас в последнее время очень громает. Воспитанность ваших родителей вас не воспитывают там, неправильно, а правильно воспитывают, мать говорите, что делать. Мать, отец вам плохого никогда не скажет, мы тоже не скажем ваши учителя, наши гости старейшины. гостей, которые пришли на наше мероприятие, поблагодарить организация ВТЧ. и всем детям пожелать здоровья, удачи, учебе и брать нас таких героев, как Магамит Баганду и прошлые наши герои, и стать в будущем тоже героем. Я хочу день предоставить словом, это у нас для себя помощи на работе, подаем на это царь. Я хочу всех поблагодарить за то, что вы приняли активное участие в проведении этого мероприятия, где каждый из нас проявил свой протест против жестокости и несправедливости на земле. И почтил память героев, а память молодого Магомеда Баганду мне хочется прочитать строки из творения, которые я сочнил. Ты жил обычной жизнью, как и все, служа достойно родине своей, но случай не застал тебя врасплох. Ты шаг от смерти смело заявил, что стоит жить и умереть для жизни. Твой подвиг будут чтить веками люди, тобой гордиться будет вся страна. Твое последнее предсмертное послание призывам мужества послужит на века. Директор школы Баймурза Шехмурзаев выразил большую благодарность гостям мероприятия и призвал учащихся школы равняться на достойных патриотов нашего Отечества. Уважаемые гостей дорогие наши дети мы снова благодарим за сегодняшнее мероприятие на выставке слова в адрес наших героев дорогие наши дети вы тоже в настоящее время герои своих родителей если вы будете делать то что они всем благополучия всем счастья еще раз спасибо спасибо